Здравствуйте, дорогие друзья! С вами программа «Станция спортивная» и ее ведущая Елена Пантелева. Сегодня мы вам расскажем о таком виде спорта, как лыжи. Оказывается, бывают разные стили катания. Конек, классика, но обо всем поподробнее расскажем далее. Во всем мире лыжи стали одним из самых популярных зимних видов спорта. Они достаточно демократичны, доступны, тесно связаны с природой и так полезны для здоровья. Появление лыж было обусловлено потребностью человека добывать на охоте пищу, передвигаясь зимой по снегу. Первые лыжи были снегоступными. Одна из таких лыж обнаружена на территории Псковской области. По заключению специалистов, ей около 4300 лет. Первые письменные документы о применении скользящих лыж относятся к VI-VII векам нашей эры. Историки описывают использование лапланцами и финнами лыж в быту и на охоте. В VII веке историк Верри Фирт дал подробное описание лыж и их использования народами с севера на охоте за зверем. Записи X века указывают на существование умелых лыжников даже среди королевских придворных и самого короля Норвегии. И в том же X веке в Норвегии впервые упоминается о специалистах, занимающихся обучением лыжному мастерству. Спортом лыжи станут спустя примерно 7-8 веков. Так в 1733 году норвежский военачальник Ганс Емахузен издает первое наставление по лыжной подготовке войск со спортивным уклоном. В 1767 году были проведены первые соревнования по всем видам лыжного спорта. Это гонка, гонка со стрельбой, нынешний биатлон, слалом и скоростной спуск. Вместе с этим росла популярность лыжных праздников. Сначала в странах Лапландии. Это Россия, Норвегия, Швеция, Финляндия. Вскоре данная традиция быстро распространилась по Европе и Северной Америке. А теперь самое время вернуться в наш Ленинский городской округ. Морозная и снежная зима – самое время встать на лыжи. В городе Видное, в парке Опаренке, обустроена профессиональная трасса протяженностью 3 километра. Более подробно о ней и о лыжном спорте в нашем округе мы попросили рассказать тренера лыжной секции «Олимп» Егорушкина Дмитрия Юрьевича. Мы снимали репортажи про многие виды спорта, и каждый тренер говорит, что в его виде спорта задействуется большое количество мышц. Что вы скажете про лыжи? Самое большое количество мышц. Во-первых, это не травмоопасный спорт. Может сравниться в какой-то мере хоккей. Там руки, ноги, да, вот это вот холод опять же. Но травмоопасность большая. Гимнастика не сравнится, потому что это пыльный зал, это душно, это потеешь все время. Плавание, амплитуда движения не та. Ножки чуть-чуть работают, вот они в плавании, потом горизонтальное положение. Агрессивная среда вокруг, вода, а тут свежий воздух, сплошные позитивы. Нет, с лыжами ничто не сравнится. Это 100%. Никаких сравнений быть не может. Лыжи это самый уникальный вид спорта, просто я считаю, уникальный. Есть ли какие-то ограничения по возрасту? С какого возраста могут начать дети заниматься спортом? И до какого возраста могут заниматься взрослые? Кто-то когда-то в научно-исследовательских институтах решил, что с 9 лет можно заниматься лыжным спортом. Категорически не согласен с этим. По верхней планке можно такой пример привести Галину Кулакова, наша знаменитая олимпийская чемпионка многократная. Заниматься начала там в 18 лет, когда и то, заниматься просто чисто ходить в школу на лыжах. А там с 25 она начала там уже выступать на соревнованиях. И какие-то могут быть ограничения. А кто-то начинает заниматься с 5 лет, с 7 лет, с 8. Если правильно подойти к этому вопросу, и хороший тренер попадется, дай бог, то, пожалуйста, ограничений по возрасту нет. С 3 лет ставят на лыжи. Если человек поймет, что можно двигаться по снегу, просто по снегу, еще и продвигаться, помимо ходьбы, по сугробам походить, покатиться с горки, то все, организм привыкнет к этому телу, моторную, там, как это называется, моторика. Все заработает, и человек поедет на лыжах, получит от этого драйв, адреналин, выделится, и все, ограничений практически я не могу сказать, что есть. Коньковым ходом, да, коньковым ходом до 12 лет заниматься опасно, потому что до конца не окостенел тазобедренный сустав, и вот эти движения коньковые. Научиться можно, но тренироваться не рекомендуется, просто-напросто, потому что потом может неправильно быть окостенение суставов, и человек может просто захромать, ну, в зрелом возрасте уже. Так что по возрасту... Все индивидуально. Да, индивидуальный подход. Нужен тренер, чтобы дать первые азы? Надо сначала попробовать. Если это легло вот на душу, то можно тренеру попросить показать азы. Если не пошло вот сразу, то можно и без тренера кататься, просто кататься, получать удовольствие от того, что кругом белочки прыгают, снег кругом, девчонки красивые катаются рядом. Дмитрий Юрьевич, какая погода подходит для катания на лыжах? Любая, все индивидуально. Кто-то любит тепло, кто-то любит очень сильный мороз. Самый оптимальный вариант – это минус 4, минус 8 градусов. Оптимальный. Ну, все, что ниже нуля, все подойдет. Есть ограничения по температурам для взрослых и детей для занятия? Есть ограничения. Особенно для детей. Это 13-15 градусов. В безветренную погоду – это потолок. Ниже уже не рекомендуется. Для взрослых – 18 градусов. Можно кататься. 19 – уже опасно. Просто опасно. Но если сделать даже упражнения обыкновенные, глотательные движения, 10 раз проглотил слюну, и можно выходить на мороз совершенно спокойно. Никаких патологий уже не будет в горле ангины, нам не страшно. Просто прогреть глотку и все. Существует множество техник передвижения на беговых лыжах. Они включают в себя способы преодоления подъемов, спусков, поворотов, неровностей, торможения. Но, конечно же, основными способами передвижения на лыжах являются два стиля – классический и коньковый. Классический стиль бывает. По переменной двухшажный – это, пожалуй, самый известный лыжный ход. При движении таким ходом отталкивание происходит одновременно правой ногой и левой рукой, и наоборот – левой ногой и правой рукой. Одновременный одношажный классический ход используется на пологих подъемах и равнинных участках при тяжелом скольжении. Одновременный бесшажный или, как сейчас его называют, дабл-полинг. Коньковый стиль бывает. Одновременный одношажный коньковый ход используется на равнине и пологих подъемах, во время стартового разгона, обгона соперника и во время финишных ускорений. А еще бывает одновременный двухшажный коньковый ход в двух вариантах – равнинный и подъемный. Также существует ход без отталкивания палками. Применяется во время соревнований для увеличения уже достигнутой высокой скорости. При нем палки несут тормозящий эффект. Конечно же, мы просто не могли не пообщаться с лыжниками, посетителями парка Опаренки. Почему лыжи, а не коньки? Насколько вам нравится этот вид спорта? Мне нравятся не только лыжи, но лыжи мне нравятся зимой. Для зимних видов спорта я предпочитаю именно лыжи, потому что для меня это оптимально. Многие тренеры говорят, что это самый наилучший вид спорта. Вы с ними согласны? Тренеры имеют в виду лыжники. Им виднее, они же занимаются этим всю жизнь. Я не лыжник, я сотрудник Следственного комитета. Для нас нам часто приходится работать вне норм рабочего времени, а для этого нужна хорошая физическая подготовка. Зимой это лыжи, летом это пробежки. Лыжи ставлю на первый план. Они позволяют проработать весь мышечный каркас, продышаться. Дышать свежим воздухом необходимо для здоровья. Мне лыжи, да, лыжи это номер один. Нравятся тебе лыжи? Да. А насколько они тебе нравятся? Это твой самый любимый вид спорта? Или же все-таки коньки, может быть еще какой-то зимний вид спорта? Керлинг, например? Ну, если зимний спорт, то любимый. Любимый. Как часто ты катаешься? Ну, за эту зиму это только второй раз. Второй раз. А что мешает? Уроки, наверное, мешают, да? Ну, да. Да. Вообще бы, вот если так, дали бы тебе волю, и ты могла бы приходить каждый день, сколько бы раз в неделю хотя бы ты ходила? Пять раз. Пять раз. Ты считаешь ли лыжи наилучшим видом спорта зимним видом спорта? Да. Для вас лыжи – это спорт номер один среди зимних видов спорта? Или же все-таки есть конкурент в вашем естественном понимании? В моем понимании лыжи – это номер один. Лыжная секция Такое возможно благодаря большому количеству категорий. Дети, младшие, средние, старшие, взрослые, профессионалы и нет. Основная группа и возрастная. Одним словом, приходите. Главное – желание и вера в себя. Особое место во время соревнований занимает подготовка лыж. С этим вопросом мы обратились к продвинутому лыжнику Роману Маркину. Вообще смазка – это 70-80% успеха лыжника в освоении техники. Если он любитель начинающий, ему будет гораздо комфортнее и удобнее кататься, чем он будет постоянно мучиться. Там лыжи подлипают, там проскальзывают, здесь не едет. Тут тормозит, тут останавливается. А когда этот спортсмен уже выступающий, уже не новичок, даже профессионал, это очень важная составляющая, так как чем лучше сервисмен попадет в погодные условия, по смазке, она же температурная у нас, тем проще будет лыжнику выполнять технические задания. Дистанционные, как и скоростные. Он будет меньше затрачивать сил, но будет очень сильно работать над своей техникой. Как вы рекомендуете это делать для тех людей, которые не владеют? Вот он пришел в магазин, увидел тюбики, купил эти тюбики. Что ему дальше делать? Как это? Расскажите, пожалуйста. Если есть тренер в городе, допустим, лыжный, и он умеет мазать лыжи, то взять уроки у него. Если, допустим, нет таких возможностей, то лучше, конечно, отдавать в сервис профессиональным сервисерам, в сервис бригады, где-нибудь в спортивных магазинах, как Спортмастер есть, Кант и так далее. То есть очень много сервис бригад, которые работают по смазке лыж. А самому не рекомендуется, потому что можно пару десятков тысяч рублей пустить под утюг и выбросить лыжи, сжечь их и все. То есть самому можно сделать все и испортить. Насколько вы вообще рекомендуете как профессионал уделять внимание, опять-таки, смазке для тех людей, которые не являются профессионалами, а просто захотели покататься? Потому что каждый раз, допустим, приехал, взял лыжи, надо поехать в Спортмастер или куда-то там, в спортивный магазин. В этом спортивном магазине надо на какое-то время эти лыжи сдать. А если это сезон, то там надо еще в очереди постоять. И потом уже к этому времени, когда, собственно говоря, к лыжне подойти, уже может и погода поменяться. А для этого существуют как раз-таки жидкие парафины, которые каждый любитель может себе приобрести. И намазать лыжи дома, спокойненько потом протереть их, обработать щеточкой обычной нейлоновой и также поехать кататься. Обычному любителю, который просто выходит погулять на лыжах, достаточно раз в неделю хотя бы обрабатывать лыжи, чтобы пластик не высыхал. Ну а если человек катается периодически чуть ли не каждый день, через день, два раза в день, то, понятное дело, каждый день готовить, потому что смазка, она ее хватает от жидких парафинов, жидких мазей от трех до пяти километров при стиле катания условия погодных. А когда уже под утюгом, твердыми мазями, до 50 километров. Ну и в завершении мы приглашаем абсолютно всех на лыжню парка «Опарин». Приходите, ведь это и ваше здоровье, и настроение. Ну и, конечно же, источник позитива. Что бы вы посоветовали для тех людей, которые вот раздумывают, встать на лыжи, не встать на лыжи, может быть, кто-то не может решиться. Вот как бы такая фраза или такое слово, которое заставит их пойти и заняться этим прекрасным видом спорта. Надо не раздумывать, надо взять и сделать, и как минимум просто один раз попробовать. На сегодня это все. С вами была станция «Спортивная», ее ведущая Елена Пантелева. Будьте здоровы, занимайтесь спортом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова